И доброго времени суток, дорогие друзья! Ну что, это очередная серия про нашего с вами любимого овера. В этой серии мы посмотрим, как я заполнял относительно уже дорогие коллекции, как я точил плащи для этих самых коллекций, и посмотрим на те самые печати, которые я откладывал с не так давно прошедшей акции. Я думаю, вы ее помните, я говорил, что я эти печати буду откладывать, и потом я их потрачу. Куда я их потратил, и что из этого вышло, вы, естественно, увидите в этом ролике. Погнали смотреть! Тебе надоело раз за разом умирать от одних и тех же мобов? А на обычный баф у тебя не хватает труды, потому что ты новичок и только начинаешь свой путь? Тебе поможет куб помощи партнера. Он выдается на 30 дней, и за каждое его использование ты будешь получать труду, так необходимую тебе для бафа. А каждый 10-й день тебе будут выдавать предметы, которые сильно облегчат твою прокачку. Куб помощи партнера может получить только новый игрок. Для получения куба регистрируйся по ссылке под этим видео, а в закрепленном комментарии будет подробная инструкция по его получению. И вперед покорять мир Lineage 2 Essence. Ну что, поточили эпик, можно и поточить коллекцию. Забираем сейчас точки. Забрал я плащи, сейчас мы их тоже проточим, посмотрим, что из этого получится, что из этого выйдет. Есть у меня боевая рапира. Если бы, конечно, она не стоила 7 миллионов, я бы вряд ли покупал, но... Попробовать поточить стоит. Там у гнома как раз нехватка кристаллов, поэтому надо ее поточить. Ну вот как все быстро происходит. Нужна 9, она на 5 ломается. Прекрасное начало, мне очень это нравится, это очень здорово, я считаю. Ладно, нет так и нет. Не сильно это хотелось. На самом деле, очень сильно хотелось заточить, закрыть коллекцию. Так, к сожалению, не то я оставил. Оставляем кристаллы, 560 штучек. А теперь забираем плащи. Плащи нужны в коллекции, насколько я знаю. Ну, правда, я еще не разобрался в какую, но нужны. А если нужны, то нам их надо забрать. Так, давайте сейчас посмотрим. Нужен 4 и нужен 3, то есть 2 плаща как минимум. Нужен 7 для время перезарядки умений. Ну, это сами понимаете, тут 3 подвеска есть, а мне это никогда не увидеть. Ну и бонус опыта есть по 1%, 5 плащ сюда пхать. Ну, такое себе, конечно. Ладно, давайте в любом случае поточим. Насколько я помню, плащи хорошо точились. Конечно, может быть многое изменилось с того времени, я уже давно этим не занимался. В любом случае, надеюсь, что хотя бы с этих 12 штук получится что-нибудь засунуть в коллекцию. Вот один уже есть. Это прекрасно на самом деле. Это здорово. Сразу же его сюда засовываем. Регистрируем. И останется только талик Ева, чтобы получить PDF. Здорово. Теперь надо 4 плащ сделать, чтобы было прям здорово и я радовался этому. Так, так, точим. Третье и пробуем на 4. Да, есть 4. Ну, 2 плаща и вот мы забили коллекцию. Здорово. Мне понравилось. Да, до 4 они, по-моему, легко точатся. Я думаю, что можно попробовать и до 5. Тогда уже засунуть в коллекцию с бонусом SP. У ПТСП. Блин, ну, с другой стороны, 1%. Ну, что это такое? Ну, это даже несерьезно. Это прям шутки какие-то. Так, вот, первый слон. Видите, все-таки один плащик подвел. Ладно, ничего страшного. Мы не сдаемся, мы верим в чудеса. Продолжаем точить. Третий есть. Четвертый есть. Ну, и попробуем. Да, есть пятый, отлично. Ну, все-таки давайте засуну, чтобы оно мне не мозолило глаза. Как бы такое. Да, ну, ладно, уж замахнуться можно на седьмой, но третья подвеска. Никогда. Пятый венец, я его до сих пор на персонажа не видел, поэтому не знаю, куда можно деть этот 1%. Я, скорее всего, тыкнул бы плащ бы дальше, нежели бы оставлял его. Ладно, давайте сейчас я доточу их, ну, не знаю, даже до скольки, до четырех давайте. Если какие-то будут плащи на четыре, ну, вот один уже есть. Попробуем точить дальше, чтобы ролик особо не затягивать. Ну, что ж, есть пять плащей на четыре. Довольно-таки неплохой, по-моему, результат. Давайте пробовать троить их на пять. Первый есть на пять, замечательно. Я доволен то, что я заполнил три коллекции. Это прям здорово, я считаю. Это уже максимум того, наверное, что я ожидал от этих плащей. Еще один пятый есть. Так. Ну, ролик на пять они еще более-менее точатся. Это не талисманы Евы, это не пояса. Шанс тут больше. И последний пробуем кидать на пять. Гнать точнее. И он тоже становится плюс пятым. Слушайте, ну, из пяти четвертых плащей получилось четыре штуки плюс пятых. Это интересно. Пробуем на шесть. На шесть есть один. Хорошо. Пробуем точить следующий на шесть. Нет, тут уже, да, тут уже шанс, конечно, намного меньше. Но что остается нам с ними делать? Только ломать. Смотри, как они хрустят и испаряются в воздухе. Еще есть один на шесть. Хорошо. Два плаща у нас есть на шесть. Выдыхаем. И пробуем точить на семь. Первый пошел. Слом. И второй пошел. Тоже слом. Ну, честно говоря, это слишком было бы читерно. Мне кажется, если бы с двенадцати плащей я заполнил всю коллекцию, еще и получил седьмой плащ сверху, который можно тоже было засунуть в коллекцию. Это было бы чересчур, мне кажется. Ну, еще одна такая интересная заточка будет. Я не планирую по поводу нее особо заморачиваться, поэтому просто сделаю так. Такие трюки желательно не повторять больше. Это я отношусь на пофиг. Но будем точить убийцу драконов обычными точками. Нужна на шестая в коллекцию. Давайте просто дотыкаем. И на пять поехали. Нет, ну, на пять не пошла. Я особо, если честно, и не надеялся. Но пытаться точить там слишком много ашных пух, поэтому даже не хотелось особо пробовать заморачиваться с этим вопросом. Поэтому просто сломали и сломали. Ничего в этом такого страшного и критического я не вижу. Ну и продолжаем точить, естественно. Куда же без этого? Перчатки Талума легкие доспехи. Они нужны для потрясающей невероятной коллекции, чтобы получить 18 защитных. Да, перчатки нужны пятые. Давайте попробуем. Так, барморки есть. Могу себе позволить, поэтому попробуем поточить. Так, есть. И на пять пробуем. Ну да, естественно. У нас даже такое ощущение, что анимация не пыталась как-то вот даже мне на надежды дать. Просто взялась, сломалась и все. Заполняю еще одну очень важную коллекцию. С ашными пушками, которая дает магатаку плюс 35. Кстати, не так дорого она вышла, как я мог предположить. Все-таки пушки здесь лоугрейдные. Они не особо кому-то нужны. Их даже никто не хочет точить. Но вот я решил все-таки эту коллекцию заполнить, получить еще немножко магатаки. Из таких коллекций, как вы помните, у меня уже практически все собрано. Из необходимых на магатаку. Я не знаю даже сколько здесь уже, у меня больше, наверное, 50% коллекции есть. Но теперь остаются все самые такие, знаете, как неприятные. Вот сюда вот можно, например, 5 кристаллов засунуть. Есть. Это хорошо. Ну и найти убийцу ящеров и посох шаманов. Их либо точить самому надо, либо уже покупать готовые. Они, в принципе, тоже продаются не так дорого. Ну и книжки можно засунуть по типу воодушевления, могущества. Они сейчас по 50 миллионов. Как бы можно себе это позволить. Сейчас пойду поищу. Если что-то подобное будет, еще увидимся. Ну что, купил еще две книжки. Одна вышла дешево за 40 миллионов, воодушевление. Вторая вышла дороже. Да, просто у меня есть такая не особо приятная черта характера. Если я чем-то загорелся, я это буду делать. Поэтому вторая книжка вышла аж за 80. Я, правда, не знаю. Может быть, это и нормальная цена. Но я почему-то сомневаюсь. Думаю, что ее цена в пределах 260 так же. Ну, в случае, чуть-чуть переплатил. Ничего страшного в этом нету. Я еще все это отобью. И засовываем в коллекцию. Добавляем одну книжку. Добавляем вторую книжку. И на выходе получаем 51 магатаку сверху. То есть, еще больше коллекций на магатаку я закрыл. Потому что я забывал уже об этих коллекциях. Что надо действительно... Есть некоторые вещи, которые дешевле. То есть, я побежал точить АК, которое дало мне по факту 7% магатаки и 5% силы крита. И забыл совершенно, что за эти деньги, мне кажется, можно было ту же магатаку вытащить вот отсюда. Просто скупая вот эти вот... Что у нас здесь есть? Кристаллы сумрака, которые там стоят не так дорого. Заточить талисманы. Там, не знаю, еще добавить каких-то книжек. Сделать вот эти зачистки. В общем, ну, если вы тоже забыли об этом, вспомните, посмотрите свою коллекцию. Может быть, действительно у вас там есть какие-то... Такие слоты, которые вы забыли закрыть. Да, и, кстати, давайте откроем зачистку. Я совсем про это забыл. Откроем и посмотрим, что же там упадет. Вот, раз. Кристалл зачистки аден запечатано 5 штук. Ну, 5 штук отдали, 5 штук прилетело обратно. Ничего страшного, все хорошо. Ну что, время с воскресенья на понедельник. Самое лучшее время. Да, если, конечно, завтра не надо было на работу. Поехали. 33 ключа есть. Пятое место я занимаю. Не думаю, что уже кто-то меня вытянет. Да, 4 место тут вообще неподъемное количество надо добить. Ну, что поделать. Чем богаты, тому и рады. Давайте по 3 ключи, как раз 11 трав будет. Сейчас наформим сундуков. 1 сундук, 2 рецепта. Едем дальше. 2 сундука, 1 рецепт. 2 рецепта, 1 сундук. Ох, как идем. Стабильно. 3 сундука. 1 рецепт, 2 сундука. 3 сундука. Ну, сейчас расходки понабираем. 1 кристалл, 2 сундука. 3 сундука. Еще 3 троя осталось. 1 рецепт, 2 сундука. 1 кристалл, 2 рецепта. И последний троя. 1 кристалл, 2 рецепта. Знаете, у меня такое ощущение, что когда вы по маленькому количеству открываете, шанс намного меньше. Вот давайте, я постараюсь не забыть, в следующий раз я попробую, попробую открыть в большем количестве. Может быть, действительно повезет, потому что вы уже знаете, кто следит за каналом, что я давным-давно не вытаскал какие-то новые пухи. Как-то вот раньше то по 3 лука сразу доставал, а сейчас как-то все совсем печально. Не знаю вообще как это можно охарактеризовать чем-либо, но попробую в следующий раз по-другому. Так, друзья, у нас ивент. Бесплатный ивент. Он, к сожалению, кончается уже у нас. У меня есть 1963 конфетки, нам обязательно надо их открыть с вами. Посмотреть, что упадет. Давайте. Выбираем, крутим максимальное количество, принимаем награду. Что там у нас наколдовал? 2 всего. 2 роскошные корзины конфет. Это мало. 65 печенек зато. Замечательно. Так, еще крутим. Еще отдаем 5 лимонов. 4 уже хорошо. Так, и остается у нас пару траев, да? По максималке. 5. Ну, с каждым разом я смотрю все больше и больше. Это приятно. 92. Принимаем награду. 3. Ну, да. Не работает так система, как я надеялся на это. Выкидываем пока виталку. Я теперь буду есть эти конфеты. 231 штука. Даже можно заюзать штормы, свитки. Дабы быстрее все это дело тратилось. Но откроем сначала, наверное, вот эти вот корзины конфет, которые у нас с расходкой. Посмотрим, что тут насыпет. Насыпет расходки много. Это здорово. Это приятно. И руда, и купоны. Это прям для овера купоны и руда. Это все, что самое лучшее, что доктор прописал. Руды у меня хоть вроде и хватает. Но вот с купонами действительно беда. Беда, если бы они падали с вот этих камней, было бы, конечно, намного лучше. С неопознанных, я имею ввиду. Но, к сожалению, купоны там не сыпятся. Там падает только руда, если я не ошибаюсь, да? Да. Только руда. И здесь тоже только руда. Ну, хотя вот с этих камней я бы, конечно, рассчитывал бы залутать побольше камней эволюции. Ну, ладно, это в будущем. Так, все открыл. 6000 руды, 225 купонов, 25 свитков на атаку, 27. 17, извиняюсь, свитков на защиту. Также их сейчас мы перетянем. Зря я заюзал, поспешил. Так, все свитки сейчас я перетяну. Также их поставлю на автоюз. Да, еще штормов бы, конечно, было хорошо. 10 часов остается. Да, это мало, но что поделать. И теперь давайте открывать топовые награды. Посмотрим, что нам там упадет. Ну, опять же, не забывайте писать, что вам интересного выпало. Может быть, кому-то выпал там 3, 4, 5 камень. Интересно было почитать, сколько везунчиков здесь. Поехали. Первое есть. Ларец первого уровня с первым камнем. Открываем дальше. Они, кстати, тоже пропадут. Я думал их оставить вместе с этими открыть, но да ладно. Открываем. Руда, свитки, еще руда, еще ларец. Купоны в количестве 20 штук. Свитки на атаку. Еще купоны, руда, еще ларец, руда, ларец и ларец. Ну, 6 ларцов тоже неплохо, относительно бесплатно. Бесплатно. Ну, как бесплатно, сколько я сейчас отдал? Около 20 миллионов, да, вроде. Ну, все равно. Давайте откроем. Циркон, оникс, коралл, коралл, коралл. Ой, ну, кстати, относительно однотипные камни. Это хорошо. Давайте сейчас их посинтезируем, попробуем. Так, кидаем сразу кораллы. Оп, есть второй коралл, отлично. Дальше синтез идем. Есть у нас цирконы, кидаем 2 циркона, он становится вторым, значит первый у нас остается, к сожалению, невостребованным. Ну и кидаем кониксы. Поехали. Есть второй, остается у нас 2 вторых и 1 первый. Нет, к сожалению, на третий не зашел, но если бы зашел на третий, это был бы прям совсем какой-то, какое-то читерство, я считаю. Игра просто этого не дала сделать, но в любом случае... А, еще можно кораллы попробовать посинтезировать, давайте. Нет, к сожалению, третьего мы не увидели. Но в любом случае неплохо, тоже и вторые есть, они также останутся, но в будущем их можно будет прокрутить. В общем, я считаю этот ивент довольно-таки достойным, особенно для тех людей, у которых вообще не было камней. Возможно, такие новички были, они могли, себе спокойно достать какое-то количество камней, посинтезировать и получить хоть какой-то результат, какой-то мини-буст относительно дешево. Ну что, я изобрел машину времени. На самом деле, конечно же, я шучу. Но я как будто переношусь на год назад, когда я мог себе позволить покупать коробки. Вы помните, кто давно на моем канале, что я этим занимался, особенно на старте. И у меня там было чуть ли не около 20 коробок на фарме, они лежали, они ждали своего часа. Но, к сожалению, в последнее время очень много откуда адена уходила. Это какой-то буст, это какой-то рандом. Сейчас же я решил все-таки немного вкладываться в эти самые коробки. Купили у меня все мои луки ракшасов. Абсолютно все скупили. Спасибо моему подписчику. Я думаю, он слышит. Спасибо тебе большое. Подбустил немного меня. Наконец-таки сбагал эти луки. Но сейчас я решил купить коробки. Да, они стоят у нас по 241 миллиону. Это относительно нормальная цена. Пытаются их купить по 235, но сомнительное удовольствие. Тем более завтра у нас вторник. Перед вторником они, вы знаете, дорожают. Я покупаю 4 штуки. Здесь это раз. И покупаю где-то рядом еще одну штуку. За 241 это 2. И вот в итоге 5 коробок у меня есть. Я их не собираюсь открывать. Я их не собираюсь тратить. Я их просто буду пока складировать. Потому что мне также нужен эпик. Надо его точить. Надо как-то вот с ним разбираться. АК это хорошо, но не хватает баюма. Не хватает фринты. Надо и закина второго для более жира. Надо и орфина второго. Если вы спросите, нахрена тебе второй орфин на овере. Я скажу, ну вдруг апнут хорошо магов. И я уже не овер, а какой-нибудь мм. Такое тоже может быть. Не исключено. Поэтому весь вообще эпик надо точить. Но я думаю, если уж брать в расчет, то скорее всего первым пойдет. Это будет у нас баюм. Второй будет фринта. Третий будет закин. И дальше уже будет орфин. Пока так. Ну и естественно, тут еще сундук с наградой зачистки. Откроем его. Получил рецепт. Ну да, замечательно. Все как обычно. Ничего особо нового и интересного я отсюда не вытащил. Итак, друзья. С предыдущих акций у меня остались печати. Еще с последней акции я еще их чуть-чуть подлутал. Да, точнул щит на 5. Напоминаю, если вдруг кто-то не видел. У меня остались печати. И я думаю, вы прекрасно понимаете, на что я их сейчас буду тратить. Больная тема. Но ничего не остается. Сейчас закину в рандом крафт всякий мусор, чтобы он не особо занимал тут место. Всего 3 слота, конечно. Но все же, крутанем его. Ничего интересного не увидим. Ой, ну я думаю, вы прекрасно понимаете, что я буду делать. Сердечко стучит. Так, аж зашел не туда. Пролистываем. Заходим в вот эту замечательную ячейку. Нажимаем обмен. Извиняюсь. И получаем 58 подвесок первого лаэлла. С той, которая у меня, это будет 59. Ну что, делайте свои прогнозы. А я поехал синтезировать. Не буду даже нажать на паузу. Это, я думаю, пройдет все относительно быстро. Сейчас все это дело откроем. Так. Есть. И пробуем. Поехали. Фейл. 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 Ой, как хорошо идет, да? Ой, как хорошо пошло. Посмотрите, как. Как прям прекрасно хрустят чужие печати, да? Вроде там что-то даже второе есть. Я вижу. Ну, у чата. Но что-то этого второго не так много, как хотелось бы. Ладно, открываем все оставшиеся. Все, открыли все. Поехали синтезировать. Да, конечно, шанс остается прям. Ну, надеялся на лучшее. Получилось, как всегда. Протыкиваю максимально быстро. Вроде даже там что-то два раза подряд залетело. Так, все. А, нет, еще раз. И все. Ой, страшно смотреть. Итого, получились 59 подвесок первого левого. Одну первую. То есть с 58 мы получили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Всего девять подвесок второго левого. Одна у меня была. То есть восемь подвесок. Пятьдесят. Вообще, я не знаю, что там за это. Кто это придумал. Но у него по-любому будет премия. За такой жесткий рандом. Поехали. Первая. Фейл. Вторая. Фейл. Третья. Фейл. Четвертая. Есть. Одна третья есть. Следующая. Фейл. А, нет, еще одна будет. Еще один разок. Фейл. И получили всего одну третью. Ну что ж. Пробуем. Фейл. Тысяча печатей. Пятьдесят подвесок. Третья. Ну, я не знаю, сколько уже ушло на эту подвеску. Но уже просто не поддается, понимаете, их каким-то сравнением и подсчетам. Не знаю, когда она у меня зайдет. Видите, я все пытаюсь, я все пробую, но не получается. Пока вот как-то так. Ну, ладно. Будем надеяться, что когда-то все-таки она зайдет. И я буду прям самым, наверное, счастливым человеком. И отмечу этот день красным в календаре. И вот такой вот получился ролик, дорогие друзья. Но, к сожалению, подвеска не зашла. Ай, единственное, что я заполнил, это коллекции. Хорошо, хоть коллекции в этой игре еще не рандомные. Они заполняются 100%. Приносите, закидываете и получаете буст. А все остальное, к сожалению, так и остается рандомным. И неизвестно, когда этот рандом вам улыбнется и что-то даст. Как видите, на подвеску я уже слил невероятное просто количество. Нереальное количество каких-либо средств. Будь то эльмонеты или адена. И, к сожалению, я так и не увидел на 4. Трави было много, но не везло. Я не унываю. Хоть, да, грустновато становится в некоторые моменты. Но что поделать, такая игра, такой рандом. Будем дальше пытаться ее доапать, досинтезировать. Когда-нибудь обязательно это получится. Ну что, на этом все. Обязательно ставьте пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. А также оставляйте комментарий от 4 слов. Потому что именно по таким комментариям я выбираю победителей. И раздаю коды на либо 800 монет, либо на расходку. И прямо сейчас давайте посмотрим, кто же у нас победил и кто заберет заветный приз. И уже по старой доброй сложившейся традиции вставляем ссылку на предыдущий ролик. 1389 просмотров, 99 лайков и 165 комментариев. Спасибо вам огромное за поддержку. Погнали, у нас будет 4 победителя на расходку и 1 победитель на 800 монет. Потому что на 800 монет, к сожалению, коды у меня уже заканчиваются. Поехали. Первый победитель на монеты будет. Константин. Да, ивент не для начинающих. Да, полностью согласен. К сожалению, так и есть. Но что поделать, кач там слишком хороший. Поздравляю, твой код на монеты, Константин. Второй победитель у нас. 2К аналитика. Но не везет мне точно так же, как и тебе с открытием на орке. Видишь? Раз тебе повезло сейчас с кодом на расходку, значит и мне должно повезти с каким-то открытием на орке. Ну что ж, буду знать. Запомню. В любом случае, 2К аналитика, я тебя поздравляю, твой код на расходку. Третий победитель. Рыченков Максим. Спасибо за видео, лайкос поставил. И тебе спасибо огромное за лайк и за просмотр. Я тебя поздравляю, твой код на расходку. И четвертый победитель у нас. Данич Дэм. Все ивенты такое, кроме Агатов. Не знаю, мне очень понравился ивент на камни. Я Дестра хорошенько подбустил. Тебя поздравляю, твой код на расходку. И последний победитель у нас. Вульф Галыч. Лог, к сожалению, монет идет и второй скилл обязательно использую вручную. Ну и если честно, я так и не понял, что здесь написано. Я попросил перевода в данном комментарии, но, к сожалению, так и не последовало. В любом случае, условия выполнены. Я тебя также поздравляю. Может, как раз, когда со мной свяжешься, расскажу, что ты имел в виду. Господа победители, не забывайте отписывать мне в ВК или в Дискорд. Все ссылки есть под этим видео. Обязательно прикрепляйте скриншот своего YouTube аккаунта, чтобы я знал, что это действительно вы. Но если вам вдруг не повезло, не отчаивайтесь. Прямо сейчас пишите комментарий от четырех слов. И, возможно, уже в следующий раз вам повезет, и вы заберете заветный код. На этом у меня на сегодня все. С вами был Душа Молодой. Всего вам хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok